Девушки отдыхают 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 Насколько это наше не наше Или признаем, что это действительно польское и венгерское пространство и скажем откровенно что нам до Галиции нет дела она нам только вредна в составе нашей государственности Две разные абсолютно модели, два разных подхода То есть что наше, что не наше надо четко Есть же конституция России там прописаны границы Но с условием вступления новых регионов И последние ли это регионы вступили в состав России, это тоже вопрос. Но Байден же говорит, что мы сейчас победим на Украине и пойдем на НАТО. А почему не наоборот? У меня все время вопрос. А что если НАТО организует нам провокацию в Финском заливе, в Калининграде, например, или вокруг Калининграда, где-нибудь на севере, в полярных регионах, нам придется тогда отвечать ограниченно на эти военные действия. Операция НАТО-провокация намечается. Ой, цікаво, чем лякать будете? Оцем бронегудороблом, который с весны перед очами стоит, аж слезы заважают говорить? Но когда идет о провокацию, то все давно уже знают, что Путин сам себя лякает. Как пес, который в весне сам на себя гавкать начал. Налякані пропагандисты уже и не приховывают. На Херсонщине подпекает. Там все сложно. Им тревожно. Очень тревожно, понятно, за плацдаром, который образовался на левом, берегу. Имею в виду информацию, которая поступает. Вообще возможно развивать там успех для врага? Вот они там оказались и вроде бы наша артиллерия лупит. И какой дальше план? Сегодня очень сложная ситуация. И погода влияет, конечно. А как же генерал Мороз показал вам толстый нос? Скоро на всех экранах Росийщины сюжеты про то, как мерзнуть украинские войска и как Мороз не бере отмороженных их. Главарь организации отмороженые Кадиров, малой, который набирает очки, не снимает очки. Это и смешно, и грешно. Бо над хворыми, ну вы сами в курсе. Неповнолетний сын Дондона окулярю не снимает, навіть у примещения. Это певно, чтобы его не познакомили. Бо он что? Начальник отдела обеспечения безопасности Кадирова-старшего. Как опрометчиво, так как опрометчиво. Ничего Дондона история его личная не научила. Воноид не дивно? Необучаемый. Житель Кремляндии тоже никак, ни при каких условиях, за жодных обставин не учиться, не хочет и не будет. Дивно скроєний. Ахлабистин каже, дурники в Росії люблять. Їх прощати треба. Бо что? Правильно. Використати можна повторно. Ну або поки не скончаться. Кто-то по глупости. Кто-то дурочки уехали. Мы же, к сожалению, сами сделали педагогическую ошибку. Вместо того, чтобы детям своим, кому ныне по 30, давать опыт, чтобы они не переживали заново то, что те глупости не делали, которые делали мы, мы пытались им купить, что у нас не было. И мы вырастили. Большая часть очень инфантильное поколение. Географии не знаю. Сейчас в Средней Азии возвращаются, удивляются, что там не так, как в Таиланде, и зимой минус 20. Здравствуйте. Ну вообще, детский сатар. Их, конечно, нужно прощать. Прощают не всех. Софии Ротару объявили вендетту. Вышли на тропу войны. За что битва? За открытку. За святым Миколаем и украинским бойцем. Так вона перещала та листівка их, что воювати вырешили с виллой співачки в Ялте. Відібрали. П. Перемога. Тот момент, когда открытку победили кирпичом. Чужим. Несподіванка року. Та де. Даешь перевиполнить и выполнить план по неожиданностям. Не детским. И Путин перевиконов. То, что Путин согласился баллотироваться и заявил о своем намерении баллотироваться, это действительно мировая новость. Вы видите, что творится в мире. Вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов. Главный сдвиг, опять сподвиг, двигать весь народ. Вон и все, чому скажуть, к светлому будущему. Але навіть і продовлятися на треба будущее запорибричан очень похоже на пропасть в ад. І задача там живущих – как бы так упасть, щоб не пропасть. Сложилась чрезвычайная ситуация в нашем районе. Не работает отопление с самого начала отопительного сезона. Нормально не работает. Продолжается эта история уже третий год. У жителей терпение окончается. В квартирах температура поднимается не выше 15 градусов. Дети постоянно болеют. В школах холодно. Зате грамоти роздают школярам. В Хабаровску після змагань учням видали грамоти з українськими тризубами. І це не вперше. З нашими символами грамоти і подяки вони видавали і в 16-му, і в 18-му. І ні-ні-ні, ні разу не крадене. Ні-ні-ні, воно саме сюди вітром занесене. З українського, Луганська, Донецька, ну чи Херсона, Путіна теж вітром принісло. В царі. Історію з представлением Путіна к Престолу вже хто тільки не мусолив. Але ми готуємося до прямої лінії в країні кривих дзеркал. І зовсім не важливо, що він там сказав, а що не сказав. Тому, обіцяю, уважно віддивитися усе те шоу, коли він імітуватиме розмову з імітацією народу. І переказати вам. Ну, у пристойних фразах, звісно. А ще змоделювати, що він міг би відповісти на ваші запитання. Так, так. Напишіть в коменти, щоб ви хотіли запитати у бункерного. Ну, або надійшліть відеозапитання, куди саме буде трохи нижче в коментарях. Та кілька важливих, очевидних і не дуже моментів. Як просили всадовити путінську мадам-сіжу знову у крісло головного по Кремлю. Просили його улюблені бабці. Але бабкам, помітьте, слова не давали. Дають куцепердику того, що з закупованих територій. Для того, щоб що? А щоб казали, що окупірованої Росії території Путіна хатя. Хочется, що победа і наша, а вони її поїграють. Ненависть появилась к цій війні, неприятие, ну, конечно. Росія буде утоплена і погублена. Вот це така ненависть сейчас по отношению к російським. Без окон, без дверей осталось. Набрыдло вже, хочеться меру. А не цуй, зачем? Нам не треба, ми остаємся в Україні. Но їх народ в традиційний хоровод выстроился, просят, молят повторити Путина. Але є нюанс, хто в списці, набор униженних і оскорбленних. Слухав внимателно по радио слова людей, які говорили представители разных отраслей, сегментів, соційних слоїв, ветеранів, вдови погибших. Це все дуже правильно. Це народна воля ізявлення. Так і нужно действувати в російській політичній культурі. Откуде вони цих ідіотів беруть? Там других нет. Ощущение, що реально, других більше нет. То є думаючі, да і приличні, можна таке о запорибричанах? Ну, условно адекватні люди не просять, в очереди не стоять, їх вообще к телу не пускають. Вдруг розкажуть, що воняють. Як виглядає ця їхня російсько-політична культура продемонструваты вирішили штанаме. Вместо косовороток натянули вагони погонов. Путін выдвигається от людей, одетих в національний русский костюм, в военнюю форму. Важно об этом помнить. Це абсолютно ключовий елемент в цій президентській кампанії. Звісно, ясно, понятно. Плиты, кресты, епитафії і пакети. А також последні в жизни приветы – це ключовий елемент. От чого ключ? Ну, от не вашого же счастья і благополучия, товариші, які зараз смотрят цей ролик із Росії. Осмотрики, смотрите. Ну і частенько титри включаєте. Включаєте, правда, включаєте. І не тільки титри, мозгвіки включаєте тож. Раптом зможете пояснити. Як це русський національний кокошник із кода національного русского вычеркнули і запретили. Як вони там вопят? Отмена русской культуры? Получите, розпишитесь. Питер. Той момент, коли кокошник головного мозку постепенно превращаєt жизнь за поребриком в шоу персонажів, які вміють лише плазувати. Пародія на актора Залышки Певцова. Ну от, серьезно. Носитель футболки красной на худощавые плечи с испитым лицом, испрещенным не мыслями отнюдь, а жаждой носом ткнуться в грудь. Путинскую. Не може даже все слова выговорить. Актер называется. 17 марта 2024 года создаются выборы президента Российской Федерации, в которых будет участвовать среди кандидатов, в том числе и действующий президент наш Владимир Владимирович Путин, чему я лично очень рад и голосую за него двумя руками. Святі канделябре. На що півцову жабре? Він обома руками голосує за внимание. Внимание, Российское собране. За престиж. Последние 23 года существования нашей страны – это дело рук нашего президента. Страна стала другая, жизнь стала лучше. Международный престиж нашей страны вырос. Ваши престижи похожи на пассатижи, сжатые чуть поближе, чем можно ощущать себя в безопасности. Принаймні, це так виглядає. Адже не може з доброю волю і чистого розуму людина таке молоти. А не. Може. В них може. І на що це похоже, коли мировой престиж вырос настільки, що Россія в рейтингі процветання обогнала Кению і не обогнала Руанду. Для тех, кто не верит, что мы моемся. И у меня шампуни самые дорогие. Але все це токсини. Іноземні. Неясно тільки, як вони через закрыті аналоговні тні забрала пролетают. І так на виборы шоу у них впливають. Виборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, національних традиций, государственной независимости, бал правит русофобія, весноватые санкції, бессовестная экспроприация всего российского от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. І все только потому, що наша країна, оберегая національну ідентичність, безпасність і независність, предпочла свой путь развития, свой многонаціональний русский мир. Ой, ну тут цікаво. Невже у наближених до кремлівських кишень авто теж стали забирати в Латвії? Ну так це тільки початок? Скоро? Серйозно. А щоб двічі не вставати, пам'ятаєте, нам в Латвії минулого тижня Путін погрожував. Мовляв, русскоязичних много, можем защитить. Так от, йому публічно ответили, русскоязичні там живущі. І що таке скажеш, можем і влупіть. У нас, роскоязичні жителі Латвії, немає таких проблем, для рішення їх нам понадоби помощь военних преступників. Іх місто в Галагі. І вони не мають права высказуватися від нашого імени. Вони не мають права використовувати нас для оправдання своїх преступлень і своїй агресивній політики. І вгрожати Латвії, прикрываясь нами. А що де-то нахуй? Пошо і не хуй. І ще о закодуванних. В цілях уничтоження культурного кода, говорите. Ну, якого кода? Чотири нули? Ви ж розкодовані на пыл. Ваш код збрыхат, і вкраста, і життя забрата. І встані, причому активно і без сожалення практикують і для своїх носителей культурного кода. Абдельське направлення замыкання котла. Нас зашло 75 человек. А зараз нас здесь 14, остальні все 200 і 300. Посмотрите, че тут происходит. Вот эта лесополка, коли ми заходили, була жива. Нас просто уничтожали. Просто уничтожали. Здесь вчера 200-е лежали, їх вытянули. Дай Бог. Там, я просто не можу показувати, там фронт туда в глубину, там накопались основательные бетонные дзоты. Метров 500 нас оттянули назад, потому что у нас уже не могли мы выполнять боевую задачу. А, і да, ми штурмовики яким-то ч**. Членам Совета Российской Федерации вопросы задавать не пытались? Ну, или певцам-молодцам, актерам-мародерам? Ну, хотя бы. А есть у них, есть у них ответик. Камуфляж. Мамы-связанный свитер, как броня, прикрывающая грудь. А в бою богом посланный лідер, превративший распутицу в путь. Мы нифига в потемках кармана, небохвальство у богова лак. Но надежная ваша команда, крепкий, красный российский кулак. Только мне кажется, что российский кулак отменно исключительно рифмуется садбитый дурак. Ну, пока же цифра утилизированиях на украинских землях окупантов доходят до 350 тысяч. Теперь, скажут, от боев под Авдіївкою, электоральный исход у Байдена завісит. Главный риск для американцев, что если линия фронта существенно рухнет, для них это смерти подобно, для администрации Байдена. Ну, вот и как они в слова Путин постоянно букву Б и ЙОД вставляют. Дивовижные персонажи. Но что? Ворожать, пророкуют, ждут на Ф-16. А мы тоже ждут. Ну, чего брехать. Пришло время и в 16. То есть вот от этих самых джавелинов, через Байрактары. Семерки. Семерки, Хаймерсы, Леопарды и Абрамсы. Вот, сейчас дойдем, значит, до Ф-16. Вот-вот они появятся. Кстати, ракеты атакам, ну, как бы дали, да, но... Ну, дали. Ну, в общем, как у нас здесь обсуждали. Конечно, это дополнительные сложности нам создает. Никакого шапкозакидательства. Но стратегически, что называется, тенденцию, все это... Но! Вот попытаться зарыться, да, выстроить эшелонированную оборону, набить ее вот этим самым мобилизованным контингентом, включая женщин, вот, чтобы это все провисело до ноября месяца, ну, это рабочая задача. Найцикавейший пунктик у нас уже мобилизуют женщинок. Ну, вы просто не знали, я теж, и те, кто мобилизуют женщинок, теж. А они, замбажители зомбоящиков, замбаленду, знают. И на весь свит волают, занадто долго их мужичонки сидят под льюбчонки. Пусть уже идут, два, ать, куда угодно воевать. И чем раньше, тем лучше. Многие военные, кажется, почему-то готовятся сержантов, мне вот это удивляет. Ну, нужно готовить младших офицеров, он должен... Конечно, младший офицер решит. И надо восстановить военное училище в большом масштабе. Вот именно восстановить училище. Притом, в самых разных направлениях, даже военных поваров. Ну, военных поваров, так военных поваров. Яка до Кремля різниця, про кого налепки на авто лепити будут? От нова порція лепнини рукотворної. Тепер баби, мобілизованных аббревіатурами, бавляться. Запытують, ВВП, где ДМБ? Где дембіль аббревіатурой спросить решили. Тихо, дамы! Какой ко всем курам дембіль? Тут би с яйцами разобраться. Ой, ну і шириться та їхня яйчна лихоманка. Великай і необ'ятний. Пока еще необ'ятний, конечно. Скоро, ну і ми серйозно. Вот не зря же нефтебазы горят. Релейные шкафы, поезда подриваются. Так вот, про нацию, которой вечно яиц не хватает. На ярмарках выстаивают часами, но все так же. Один по мед, в смысле, омлет. В магазинах скидки, но только на один десяток. Ціни дивовижні. От ціники по 400 і понад 600. Ну, не те, щоб я дуже цінам на українські яйца тішилась. Але ж не по 240 гривень, якщо на наши переводите. Взяться за яйца хочет їх генпрокурор. С чого это такие цены і почему вони взлетели? Ну, а пока считають і пересчитывают, запретили цены поднимать. Всем десь до чергового укрислення Путина. Любимое наше государство искренне считає, що яйцо у нас отечественное, у нас все там отечественное. Так вот, где секрет, почему бесхребетно-безяичная публика никогда не буде способна на бунт. Даже яичный – ничего своего. Даже яйца – и то без загнивающего Запада – никак. Но оборудование, которое стоит на всех российских фермах, оно исключительно голландское, немецкое, и с ними оно будет таковым, потому что никакого китайского в природе нет, а даже если оно и существует в очень малом объеме, оно все равно валютное, а валюта меняется, соответственно, у вас растет цена на оборудовую. Плюс ко всему для того, чтобы выращивать в промышленном масштабе курицу, крайне важны препараты медицинские. Они тоже не отечественные, и никогда не будут ими, потому что рынок наш, при том, что мы как-то вроде кажется великим, а на самом деле рынок маленький. Життя пропагандистов теж все частіше нагадує Гоголь-Моголь. Вранці вони перемагають, ввечері уже страждають. Россия повержена, Путін уничтожен, на фронте труба. Еще раз, не шутка, не наша издевка, не вымисел российской пропаганды. Той момент, коли вода, навіть ця звезда, як не намагається тримати рот всередине, все одно правда проривається. Я не на російському тільки працюю, і те, про що Скабєєва каже, буде не так скорок, як я того хочу, як ви, але точно буде. Серйозно. Вони теж. Автозаміна, імпортозаміщення і дуля санкціям. Все більше боротьба з іноземщиною нагадує мені намагання плювати проти вітру. І за санкцій налади в'єста не будут устанавливать подушки безопасности. Ну, і це вже третя автовазівська модель подібна. Нєт їх. Подушок. І безопасності теж нєт. А ілюзія безпеки має бути. На Кремлівщині ж головне що? Не щоб було, а щоб сказали, що буде. Колись, неясно де, скільки для кого, але щоб сказали, і вони сказали. Нахіба подушки. Іконки-картонки оберігають не гірше. Головний бенефіціар іконок-картонок, і якщо захистили, якщо ні, а в другому випадку, то це навіть краще для головного рясоносця ФСБ і головного ФСБшника Середпопів. Каже, пожелі і хватить. Ми живемо в благополучній часі. Але це благополучнє не має нас віддаляти від Бога. Ми живемо в реально свободній країні. Таких країн всього я насчитав п'ять. Може, чість більше. А всі остальні не є реально свободними. Ми живемо в реально свободній країні. І маємо поблагодарити Господа за все. Передозладаном не інакше. Зізнатися мені якось не вдається нарахувати п'ять аналогічних за рівнем свобод країн. Підкажете про що вони коментаріють для вас. Там же можете повсхищатися креативним підходом, як в салоні Мазда стали продавати, внимание, Ніви цілих три. Ну, можете, не цілих, або не зовсім цілих, але точно три. Якщо задумалися купити себе нову Ниву, вопрос с цим решен раз і навсегда. Пожалуйста, є три новіх Ниви, приїхали сюди на автовозі. Це Город Донецьк, це Іліча 23Б, це автосалон Мазда, який на протягом уже 7 років реалізує як бушні, так і нові автомобіли. Це просто космос. Ось ця красотка зараз стоить 1 млн 210 тисяч. Мільйон 210 тисяч. І Нива мягненькая, комфортна, для зимы сейчас погасать то, що треба. Якщо хочете прям королівську Ниву, на класних дисках, на такому шоколадному цві, 1 млн 310 тисяч. Добро пожаловать. Добро пожаловать в голову Скобеевой іко. Із последнього Ольга собирается купити Орбана. Тьфу-те-ну-те. Зачем їй Орбан? Странний набор копита от коня Щорса і Орбан. Ольга пугає своїми пристрастіями. З Венгриї, вважаю, можна договориться, предоставив 10 млрд евро в рамках, естественно, заблокированої составляющі. Як задешево його можна купити? Давайте йому дадим 12. Увага на деталі. Народець без води, світла, лікарів, подушок безпеки і без яєць. А тут 12 лярдів євро. З телевізора в інші країни роздають. А от того і роздають, що ані лікарів, ані яєць. І світла немає в цьому тунелі, бо це і не тунель геть. Кремляндія – це довжелезна яма вглиб. І чим далі? Тимона вуща. Така, розміром для хробаків. Та ні. А що ж? Серйозно? Дякую за перегляд! Продолжение следует...